И начнем мы с Дениса Саудатова, вы с ним уже знакомы. Денис, тебе слово. Спасибо. Итак, сегодня я хочу рассказать немного об основных возможностях и перспективах клиента Parity, которые разрабатывает наша компания. Итак, всем известно, может быть не всем, но немножко истории. Наша компания была создана доктором Гевином Вудом, который известен также как один из основателей Ethereum Foundation и авторов желтой бумаги Ethereum. В свое время он принял такое решение создать коммерческую организацию, которая будет разрабатывать свою имплементацию клиента для Ethereum, базирующуюся на языке программирования Rust. Ну и, собственно, сформировалась организация, работа пошла. И какие цели мы перед собой подставили? Во-первых, это должен был быть, в принципе, и есть быстрый клиент, надежный и легкий. Часть задач мы уже добились, что-то у нас еще впереди. Итак, сам клиент написан с ноля. Первые разработки начались, если мне память не изменяет, в феврале прошлого года. То есть мы уже достаточно давно разрабатываем клиент, уже вышли некоторые стабильные версии. Соответственно, дальше развиваемся. План развития я рассказывал вчера. Немного о самом языке. Это очень интересный и мощный язык, который рассматривается как максимально безопасный для работы с той же памятью. Язык развивается Mozilla Foundation. И мы его выбрали в качестве основы для нашего клиента. Итак, что у нас умеет Parity? Это клиент в основном ориентирован на эфириум. И, как минимум, стандартно это управление учетными записями, аккаунтами. Это адресная книга. Ну и, конечно, мультиподпись – это наша фишка. Вы со мной согласны. Отлично. Но, конечно же, минимальный набор – это создание, импорт, экспорт ключей. Причем ключей, созданных не только в нашем клиенте. Скажем, эти ключи могли быть созданы при помощи клиента, написанного на Go, который, в принципе, является основным для сети эфириум. Также это браузер для децентрализованных приложений, часть которых у нас уже поставляется изначально, идет в комплекте. Некоторые примеры. Скажем, есть готовое даб-приложение, которое называется Gavecoin. Токен с логотипом нашего автора, на базе которого вы можете создать прям легко свой новый токен и управлять им. Также можно работать с электронными кошельками и железными кошельками. Эту поддержку наш клиент в последнее время предоставляет. Уже есть стабильная версия, и можно пользоваться. Ну, поддержка реестра имен. Скажем, одно из имен – это Aero. Ну, и, конечно же, без этого никуда. Наш клиент работает с контрактами. Итак, основная цель, одна из основных целей нашего клиента – это кроссплатформенность. Чтобы он мог работать везде, на любой операционной системе и даже на той же малинке. Итак, мы поддерживаем данные архитектуры. Ну, скажем, Linux у нас рассматривает практически все архитектуры. Windows пока поддерживается только x86-64. Но, как бы, не видим особого смысла в поддержке 386-й архитектуры, потому что компьютеры уже достаточно все мощные, и будет ли развиваться Windows в этом направлении – очень большой вопрос. Ну, и, соответственно, никуда без Mac. Mac у нас также отлично работает. Итак, ну, вот пример нашего веб-интерфейса. Вы открываете его на локальном хосте, попадаете сразу в домашнее меню. Всегда свежие обновления безопасности, если они есть. Если есть вопросы, заходите, хотите почитать, что такое парите – пожалуйста. И далее вы можете с ним работать. Тут же вы можете попробовать уже какое-то приложение Web3. Итак, вот управление аккаунтами. Тут, ну, дизайн сейчас пока такой. У нас готовится новый. Мы, соответственно, можем что-то отправлять, можем верифицировать. У нас есть поддержка верификации через электронную почту, либо через SMS. Это дополнительный уровень безопасности для работы с вашими активами. История транзакций. Тесное сотрудничество с Eserscan. Мы берем данные оттуда. Здесь получается намного легче и красивее. Вот пример у нас уже предустановленных приложений децентрализованных. Если у вас есть какое-то свое приложение, вы можете связаться всегда с нашей командой. Мы рассмотрим вопрос о включении вашего приложения. Если оно очень интересно, если оно полезно людям, то оно обязательно появится у нас. Ну, соответственно, разработка. Вы можете наблюдать за контрактами, вы можете деплоить контракты, вы можете их писать непосредственно здесь и сразу отправлять их в блокчейн. Далее. Ну, это статус. Статус. Вы здесь можете посмотреть текущее состояние вашего клиента, как он работает, насколько качественно. Здесь также можно отслеживать консольные логи для вашего удобства. Просто зная, допустим, себя, я люблю, когда бегут какие-то строчки, и я контролирую какое-то движение. Ну, собственно, сама консоль. Итак, мы помимо того, что поддерживаем основную сеть эфириум, поддерживаем также еще несколько блокчейнов. Это, ну, Олимпик, это уже в прошлом. Фронтьер, Холмстрит, Майнет, Морден, Робстон, Классик, Классик, Тестнет, Экспанс, Тестнет, Коуан, ну, и приватные чейны. У нас есть отдельное интересное предложение, базирующееся на блокчейнов и Proof Authority. Об этом вы можете посмотреть и почитать на нашей странице на GitHub и применить какие-то интересные решения. Можете самостоятельно, не взаимодействуя даже с основными блокчейнами. Разработка. Это стандартно. Вы создаете DAP, вы можете делать токены, вы можете делать смарт-контракты. У нас достаточно детально все это описано. постоянно обновляется информация в нашей веке. Ну и деплой. Готовый сценарий для генерации. У нас есть примеры каких-то контрактов, которые вы можете взять, использовать, переделать под себя, сдеплоить их сразу в сеть, посмотреть, как они работают. Можете взаимодействовать, дополнять наши контракты, предлагать какие-то свои. Мы всегда рады сотрудничеству с разработчиками. Ну и получается, так как мы работаем на многих направлениях, мы предоставляем вам больше возможностей, чем стандартные клиенты, которые поддерживают сеть Ethereum. И поэтому, ну, я считаю здесь наше большое преимущество. Допустим, ни для кого не секрет, что большинство майнеров, майнинговых пулов используют именно наш клиент. И что у нас в будущем? Какие текущие есть функции, реализованные, полезные, какие у нас планируются? Ну, автообновление клиента – это уже реализованная задача. Поддержка IPFS на данный момент работает. Легкий клиент. Буквально недавно вышла бета-версия, в которой объявлена экспериментальная поддержка легких клиентов. И помимо этого, экспериментальная поддержка публичной ноды, которую вы можете применять по каким-то своим конкретным задачам, допустим, разместить ее где-нибудь в облаке и использовать для каких-то, ну, целей, допустим, пусть это будет мой кошелек, пусть это будет кошелек моего соседа. Мы, допустим, на весь дом завели себе сервер и пользуемся все одним сервером и одной нодой. Варп-синхронизация уже реализована, уже показала себя достаточно хорошо, когда на синхронизацию вашего клиента с сетью с нуля уходит буквально, ну, несколько минут. Далее, поддержка шепота. Работаем над этим. По веб-ассембле сегодня вам расскажет Николай, более детально и подробно. Ну и встреча с вами, общение вчера вечером уже показало, что я не зря здесь, уже есть предложение по добавлению нескольких полезных функций, которые в ближайшее время будут рассмотрены нашей командой и, я так думаю, будут применены. Ну и если вы желаете включиться в нашу компанию, влиться в коллектив, мы всегда рады хорошим разработчикам, готовы к сотрудничеству, как на коммерческой основе, так и на бесплатной. В общем, рекомендую. Наш клиент. Спасибо. Кстати, Денис, скажи, пожалуйста, а по Виспору ты вообще знаешь, там же один разработчик из Берлина, по-моему, оставался, кто занимался вытеком. Да, Влад. Да, Влад. Ну, то есть там пока тихо. Тихо. Шепот. 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 Понятно. Спасибо, Денис. Сейчас. А Дима. Спасибо за внимание. Продолжение следует...